Чтобы побольше узнать о Рождественском посте, мы отправились в Свято-Троицкий собор города Мариинский посад, уютный тихий храм на берегу Волги. Собор был построен в 1775 году. Прихожан здесь не очень много, но зато здесь какая-то особая спокойная атмосфера. Службу ведет и романах Кирилл. Он рассказал нам о Рождественском посте, последнем многодневном посте в году. Рождественский пост всегда происходит в период подготовки к празднику Рождества Христова. Исторический пост был 7 дней для Мирян. И вот в 1166 году патриарх Константинопольский Лука постановили, что и Константинопольской церкви, что пост будет совершаться 40 дней. Пост сам по себе не строгий. Он как и Петровский пост, и разрешается вкушение рыбы, кроме среды и пятницы. Православные христиане стараются в течение поста воздержаться с коробной пищей, от развесительных программ и особо пребывать в сугубой молитве. И всегда стремятся чаще посещать храм Божий, чтобы издостойно действительно очиститься от своих греховных страстей, от пороков, чтобы издостойно подготовиться к празднику Рождества Христова. Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, считают священнослужители. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид. Пост не цель, а средство. Средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. В плане духовном, конечно, то, что является главным для человека во время совершения поста, это, конечно, преобразить свой разум, свою душу. И вот человек должен в течение поста хотя бы какую-то в себе страсть победить. И вот тогда получается, что человек получает свободу. Господь, да, что апостол говорит, что мы свободны во Христе. И свободу надо понять правильно, что мы свободны от зла. Эту свободу особо ощущает человек тогда, когда действительно он в течение поста побеждает какую-то страсть. Также священники напоминают, что Новый год приходится на время поста и призывают отмечать его скромно. Заговение рождественского поста приходится на 27 ноября. Это день, в который православная церковь вспоминает жизнь святого апостола Филиппа. Именно в честь него рождественский пост еще именуют Филипповым. Период же от Рождества до Крещения именуется в народе святками. В эти дни народ православный празднует и прославляет родившегося Бога-младенца. Хочу пожелать всем помощи Божьей, Божьего благословения, чтобы действительно пройти пост достойно, чтобы действительно преобразиться духовно и приобрести опыт молитвы. Потому что молитва является самое главное действие. И как Господь сказал в Евангелии от Иоанна, что Господь ищет именно поклонника в себе духом и истинным. Вот такие Господь ищет. Что действительно, если мы будем пребывать в истине, молиться истово Богу, то Господь будет пребывать с нами. И чтобы действительно пост помог нам приобрести преображение своей души и через это достойно встретить праздник Рождества Христова. Храни всех Господь! Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.